Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, у меня 4 года отношения с женатым мужчиной, пишите вы, он обманывает меня, жену коллег. Недавно узнала, что на работе он проходит полиграф, так как ему нужно, то есть настолько его умение врать, а точно природа. Он когда что-то обещает, сам в это верит. И я верю. А потом мне больно. На все мои упрёки и обвинения ни разу он мне резко не ответил и не оскорбил. Неужели это происходит, так как я себя не люблю? Спрашиваете вы, Евгения. Ну, а почему я решил ответить на ваш вопрос? Потому что, наверное, легче, легче всего было бы сказать, что, ну да, вот, вы себя не любите и всё. Но мне кажется, что не только в этом дело, честно говоря. Мне кажется, что дело не столько в любви вашей к себе или не любви вашей к себе. Столько в том, что вы верите другому. То есть вы почему-то не доверяете себе, да, не предпочитаете прислушиваться к себе, а предпочитаете прислушиваться к другому человеку. И самое, что, на мой взгляд, здесь важно, это то, каким образом вы так действуете. То есть делаете ли вы так, потому что, к примеру, боитесь чего-то в себе. Или делаете... Вы так, по ещё какой-то причине. Но, тем не менее, тут нужно поисследовать этот аспект. Чтобы лучше понять. И вот когда вы для себя сами с этим разберётесь, тогда вы уже и увидите основание для нахождения в отношениях с женатым мужчиной. Хочу обратить ваше внимание отдельно на то, что вы пишете, что на мои упреки и обвинения. Он ни разу не ответил. Вот тоже момент. Да, что мотивирует вас упрекать и обвинять. Как вы к этому приходите? Больно. Больно. Вам тоже здесь такой аспект, да, каким образом эта боль образовывается. То есть он обещает, вы зависимы. И получается, что только он отвечает за вас. Не вы за себя, а он за вас. Понимаете? То есть я бы сказал, что это не любовь к себе как таковая. Я бы больше сказал, что здесь речь идёт про отсутствие личной ответственности Евгения за себя. Это больше похоже на правду. Вот. Ну и ваши потребности, конечно, тоже. То есть какие, насколько вы отдаёте себе отсчёт в том, что это за потребности, ну и так далее. С этим тоже нужно разбираться. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте сейчас. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения, ну, моих ценностей, которые вот, ну, которых я придерживаюсь. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего, 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 всего хорошего, чтобы вы с себя разобрались.